Я с вами общаюсь, сразу же приехал сюда, в этот зал, и просто еще никого не видел. Я бы хотела подарить вам Валентинку. Как это можно сделать? Подходите. Спасибо большое. Ведомости. Но с Днем Святого Валентина меня, конечно, жена поздравила. Но Валентинку зажало пока. Пожалуйста. Анна Николаева, Ведомость. Мне теперь как-то неудобно, но я про Украину хотела спросить. Почему неудобно? Так получается, что Украина довольно откровенно демонстрирует курс на вступление в НАТО, на вступление в Евросоюз. Мы недавно встречались с господином Ющенко и вели газовые переговоры, в том числе, и Россия довольно сильно пошла на уступки Украине, приняла очень много предложений Украины, ликвидировали посредников и так далее. Скажите, а на какие уступки Украина теперь готова пойти? Еще один небольшой вопрос про госкорпорации. Вы уже говорили об этом, но хотелось бы уточнить. А какова, по-вашему, должна быть продолжительность жизни госкорпораций в России, и в каких сферах экономики они еще могут появиться? Прежде всего хочу сказать, что мы не пошли ни на какие уступки. Когда-то эти посредники были созданы по инициативе украинской стороны. С нашей стороны, в числе учредителей этих посредников, Газпром или Газпромбанк, прозрачная, понятная ситуация. То, что происходило на украинской стороне, это не наше дело. Кто там в этих посредниках, мы даже не знали. Где-то в прошлом году начали появляться, мелькать какие-то фамилии. Я впервые услышал о существовании этих людей в природе. И, в принципе, это не наше дело. Это определила украинская сторона. Теперь украинская сторона хочет от них избавиться. Но, слава Богу, на здоровье, пускай избавятся. Мы готовы создать новые предприятия с таким же нашим участием, 50%. И пускай они почистят свою часть. Мы не против. Я не считаю, что это какие-то уступки. Что касается того, что мы восполнили недостающую часть газового сырья, то это не уступка, это просто наша добрая воля. Мы в 2006 году подписали контракт и договорились о том, что в случае, если возникнет дефицит из Средней Азии, то «Газпром» покроет этот дефицит. Но по ценам на «Газпромовский газ». Мы так и поступили. Возникла проблема опять на украинской стороне. Между НАКОМ Украиной и этими посредниками, которые являются украинскими юридическими лицами. Это не наша проблема, не наша вина. Мы всё исполнили. Пусть деньги отдадут. Соответственно, посредникам, а посредники нам. Так там выстроены взаимоотношения. Повторяю, не нами выстроены. Мы вообще готовы напрямую там работать. Значит, вот украинское руководство сейчас заявило, что они готовы к такой работе и хотят. И мы тоже хотим. Первое. Второе. Украинское руководство подтвердило свою готовность дальше развивать отношения в этой сфере на рыночных принципах. Единственное, на чём мы настаиваем, это на том, что часть, которая была поставлена в Украину в начале года, чтобы она была поставлена по ценам на российский газпромовский газ, а не на так называемый среднеазиатский. Но здесь есть диалог, понимание есть, и мы можем выстроить соответствующие отношения таким образом, чтобы наши интересы не пострадали. Наши украинские партнёры нас услышали. Надеюсь, что мы так и сделаем. Об этом мы договоримся. А первая часть? А, про госкорпорации. Да, это тоже важный вопрос. Согласен, госкорпорации возникают там и тогда, где и когда нужны крупные долгосрочные инвестиции, на которые частный бизнес пока не готов. Прежде всего, это, конечно, речь идёт о таких фундаментальных отраслях экономики, как судостроение, авиастроение, оборонный комплекс. Поскольку мы значительные средства, государственные средства будем вкладывать в олимпийские объекты, там возникла госкорпорация по возведению этих объектов. Это обоснованно и понятно, и некоторые страны, которые вкладывали именно государственные ресурсы, так и сделали. Что касается того, что надо атомстроить, допустим, или атомные отрасли, точнее, да, мы понимаем, что это близко связано с обороноспособностью страны. И я считаю, что это тоже обоснованно. Хотя во всех этих направлениях, по всем этим направлениям мы будем развивать рыночные составляющие, в том числе и в атомной отрасли, кстати говоря. Мы ведь не просто там создали госкорпорацию, а мы часть этой корпорации выводим в рынок. Всё, что касается торговли ядерными материалами, допустим. И мы хотим, чтобы эта часть атомной корпорации стала абсолютно рыночной и конкурентоспособной на мировых рынках. А в целом мы будем стремиться к тому, чтобы в течение нескольких лет после серьёзных капиталовложений со стороны государства, после поднятия технологического уровня и поднятия капитализации этих компаний, постепенно выводить эти компании на IPO и делать их частью рыночного хозяйства, вплоть до полной продажи отдельных их частей, когда они будут восстановлены и конкурентоспособными не только в стране, но и на международных рынках, вплоть до полной их приватизации. Но, конечно, на справедливых условиях без нанесения ущерба государства. В этом цель конечная. Мы не собираемся переходить к государственному капитализму. Ни в коем случае. Интернет-ресурсы Санкт-Петербурга, пожалуйста. Алексей Яушев, Фонтан Кару, Санкт-Петербург. Владимир Владимирович, процесс укропления регионов никак не затронул Северо-Западный федеральный округ. Я спрошу прямо, с Вашей точки зрения, целесообразно ли объединить Петербург и Ленинградскую область с единым субъектом федерации? Спасибо. Прежде всего хочу сказать, что вопрос укропления регионов связан с возможностями регионов решать социально-экономические задачи. Ведь многие из сегодня существующих субъектов Российской Федерации возникли на волне регионализации, на волне какого-то сепаратизма даже. Давайте прямо скажем. Когда считалось, что статус как минимум самостоятельного субъекта федерации позволит решать социально-экономические проблемы лучше, чем это делается из центра, выяснилось, что это совсем не так. У нас создано большое количество субъектов федерации, которые самостоятельно не могут решать социальные проблемы населения. уровень бюджетной обеспеченности очень низкий. И большинство субъектов федерации датируются из федерального центра. А нужно, чтобы они были самодостаточными. Нужно, чтобы объем экономики был такой, чтобы он позволял самостоятельно решать социальные задачи. Нужно ли это делать для Петербурга и Ленинградской области? Петербург – донор. Ленинградская область развивается достаточно эффективно и быстро. Они уже, по-моему, даже увеличили региональный продукт в два раза за эти годы. Я уж точно не помню, но к этому приближаются, если уже этого не сделают. Укропнение ради укропнения не является нашей целью. И потом, это зависит от граждан России, проживающих на тех или иных территориях. Они должны высказаться по этому вопросу. Никаких заявок у нас пока не поступало. Коллеги из Канады. Здравствуйте. Александра Шацка, CBC, канадский телевидение. Владимир Владимирович. Last July, Russian explorers achieved an unprecedented mission, planting Russian flag on the Arctic Sea. It means it made nervous a lot of countries, Canada and Ukraine. What's the message to the international community? And should Canada worry about its own sovereignty and its access to the oil-rich Arctic region? Thank you. Спасибо.